Диалоги о селе. Как развивается малое предпринимательство в муниципалитетах обсуждали на традиционном экономическом форуме в селе Шагарданы. Он проходит уже в четвертый раз и собирает не только экспертов, но и представителей различных религиозных конфессий. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Жизнь на селе меняется в лучшую сторону. Причем, отмечают эксперты, устойчивое развитие глубинки сейчас зависит от активности предпринимателей. В последние годы инвесторы стремятся реализовывать свои проекты подальше от городской черты. Местным властям ставят задачу устранять на корню барьеры, которые сдерживают бизнес. В республике для него стараются создавать благоприятную среду. По всем макроэкономическим показателям мы завершаем текущий год лучше, чем 2013 год. Потребительский рынок развивается, реальные располагаемые доходы тоже развиваются. Но в то же время требования времени таковы, дополнительные вызовы в течение текущего года. Поэтому организации коммерческой направленности, да и мы в бюджетной сфере корректируем свои показатели. Село Шигарданы на этом форуме ставили в пример другим. Количество малых предприятий здесь увеличивается каждый год. Открываются магазины, создаются личные подсобные хозяйства. К примеру, местные фермеры поставляют мясо в другие районы и далеко за пределы региона. Но занимаются в муниципалитете не только разведением скота. Морковь, лук, сивок, столовая, свекла – все это тоже бренды Батрева. Спрос на эти продукты большой, но необходимо задумываться и об их реализации. Открываем современные магазины для реализации собственных товаров. Сегодня в уровне мирового масштаба, которые эти проблемы решать, нам никто ниоткуда не приедет, если мы на местах не будем решать сами. Сегодня ту продукцию, которую мы выращиваем, должны перерабатывать и реализовать для собственного населения по тем доступным ценам, которые они сегодня должны быть на прилавках. Таким ассортиментом покупатели могут порадовать разве что городские супермаркеты. На полках этого торгового центра представлены в изобилии продукты чувашских и татарских производителей. Причем магазины отказались продавать табак и спиртные напитки, но он все равно приносит неплохую прибыль. Гости форума отмечают, что это хороший пример честного ведения бизнеса. В Шигурдане со своими наработками приехали и представители зарубежных организаций. С ними планируют наладить тесный диалог. Важно, чтобы была площадка для общения представителей агропромышленного сектора и тех людей, которые занимаются бизнесом в селе с властью. Мы, исходя из этих благих намерений, создали эту площадку. Она сегодня стала узнаваемой. Само время показывает, что эта тема очень актуальна. Мы уже четвертый раз проводим сельско-экономический межрегиональный форум, шигурданское чтение. И современные ситуации, связанные с санкциями, показывают, что мы на правильном пути. Местных бизнесменов стимулируют и санкции других стран. Сейчас предприниматели вынуждены повышать качество услуг. По прогнозам экспертов, такая ситуация должна пойти на пользу. Количество малых и средних предприятий в следующем году увеличится. Вообще, шигурданы ставят не только экономические рекорды. За последние годы здесь повысился уровень рождаемости и сократилось количество разводов. Почетные гости даже сравнили шигурданский диалог с экономическим форумом в Давосе. Если в этом европейском городе проживает 10 тысяч человек, то в селе Шигурданы более 6 тысяч. В растущем селе скоро появятся и новые улицы. А край наш шигурдан сейчас активно застраивается. В следующем году здесь будет возведено более 150 домов. К ним уже прокладывают водопровод и дорогу. А в ближайшее время здесь начнут строить и спортивный комплекс. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.